Мирион Академи. Платформа доступного образования. Автоматического тестирования. Если хочешь получше узнать про автоматическое тестирование, то глянь наш видос. А мы быстро напомним, что автоматическое – это такое тестирование, которое за нас делает бездушная машина, а мы в этот момент можем попивать сок у себя в квартале. Само по себе всё работать, конечно же, не будет. Для этого нам нужны программки, которые ещё называют автотестами. Они тестируют приложение так, как тестировали бы их кожаные мешки ручками, а потом ещё и полностью отчитываются о том, как всё прошло. Они запускаются автоматически, когда нужно, и ускоряют тестирование, а также снижают вероятность человеческих ошибок. Хорошо, а что это за один из видов автоматического тестирования-то такой? Потерпи, дружочек. Сейчас Мирион Академи тебе всё расскажет. А пока можешь попробовать себя в роли автотеста и протестировать, нажимается ли кнопка лайка и подписки. А потом напиши отчёт о том, как всё работает в комментариях. Ладно, для начала давай запомним, что программа – это чаще всего не единое полотно кода. Программы обычно состоят из многих файлов. В которых есть всякие кусочки кода, которые называют функциями. Функции можно вызывать из разных частей программы, и они принимают аргументы, то есть информацию, с которой им нужно работать. Потом функция что-то делает с этими аргументами и возвращает результат. И получается, что программу мы можем логически поделить на много частей, которые будут или не будут зависеть друг от друга. Их ещё называют юнитами. Юнит – это элемент, блок или модуль в коде. Каждый этот юнит будет выполнять какую-то свою задачу. Например, складывать два числа, выводить среднюю оценку курсов на Мирион Академи, считать, сколько людей любит пиццу, говорить, что первое правило бойцовского клуба – это никому не говорить о бойцовском клубе. Если мы эти фичи написали, то значит они 100% нам зачем-то нужны, и каждая из них должна исправно работать. Не проверив всё, наша программа может в любой момент упасть. Особенно обидно, если наши изменения сломали тот функционал, который мы, казалось, даже не трогали. Поэтому перед тем, как отправлять в продакшн все свои ночные паписульки, лучше всего будет протестировать каждый юнит, чтобы убедиться, что всё работает. Такое тестирование и называют юнит-тестированием, или модульным. И оно как раз автоматически проверяет каждый юнит на то, что он выдаёт правильные результаты. Даже если ты ничего не менял в юнити, он всё равно будет протестирован. Это очень удобно. А ещё всё это дело можно интегрировать в CICD pipeline проекта. И сделать так, чтобы тесты запускались, когда ты заливаешь в репозиторий свой код. Тогда, если код не рабочий, то он не пройдёт дальше. Просто ввести в поиске «Скачать юнит-тесты без SMS-регистрации» не выйдет. Чаще всего разработчики фичи сами пишут каждый юнит-тест. Это такая программка, которая проверяет работу небольшой части кода. Он запускается вместе с программой и смотрит, чтобы функции возвращали правильный результат. Разработчики пишут тесты сами, потому что тот, кто писал код, лучше всех знает, как функции или метод должны работать. И может написать тест, который проверяет, что всё работает именно так, как было задумано. Чтобы не тратить много времени на написание, каждый такой тест проверяет только один сценарий использования функции или метода. Например, если у тебя есть функция, которая должна считывать сумму двух чисел, то можно написать юнит-тест, который проверит, что результат сложения внутри функции 2 плюс 2 действительно равен 4. А как тест это сделает? А он запустит функцию так, как будто бы это настоящий запуск. Он передаст в аргументы функции цифры 2 и 2, потом посмотрит на результат выполнения и сравнит с ожидаемой четвёркой. Если будет четвёрка, то всё хорошо, пушка. А если выводом будет слово «динозавр», то тест тоже об этом скажет. И чтобы ещё больше упростить себе жизнь, программисты практически в каждом языке программирования сделали готовые инструменты для юнит-тестирования. Это могут быть как модули или библиотеки, так и целые фреймворки. Они уже содержат в себе готовые наборы кода, которые можно просто использовать для быстрого написания юнит-тестов в своём проекте. Например, в Python не парились и назвали фреймворк «юнит-тест». Как и разработчики Ruby, они тоже решили не придумывать хитрых названий, назвав его «тест-юнит». В Ява есть «джей-юнит». Не этот, нет. Вот этот. Ну и приз за самое оригинальное название получает JavaScript. Там фреймворк назвали... Мока. Просто мока. Короче, не переживай. Везде можно легко писать автотесты. Чтобы разобраться, как это выглядит и работает на практике, посмотрим, например, юнит-теста, который написан на языке Python. В этом примере протестируем функцию getSum, которая просто складывает два числа попавших в неё. Первой строчкой в код добавляется сам фреймворк «юнит-тест», чтобы инструменты внутри него можно было использовать. Потом создан класс «тест-сам», который наследуется из класса «тест-кейс» из фреймворка. Если что, то классы — это как чертежи для создания чего-либо. У нас есть видос про ООП. Посмотри, чтобы быть очень... классным. В нашем случае класс — это место, где мы будем описывать наши тесты, и отсюда они будут потом запускаться. А ещё он наследуется, чтобы внутри тестов мы могли использовать готовые инструменты для тестирования. Так вот, этот класс получает инструменты, которые нужны для создания ситуаций, которые симулируют реальный запуск функции. Внутри этого класса написана функция «test-getSum». Внутри него написана функция «assert-equals» из фреймворка «unit-test», куда мы передаём нашу функцию для суммирования чисел. При этом мы передаём её так, как будто хотим вызвать. Поэтому передаём внутрь функции «test-getSum» ещё и аргументы, а потом ещё указываем ожидаемый результат. Если результат будет другим, тест упадёт, и мы узнаем, что что-то не так с нашей функцией «getSum». Да, всего три строчки кода. А как обстоят дела в других языках, например, в языке Java? Давай немного усложним и будем тестировать целый класс «calculator», в котором есть методы для сложения, вычитания, сложения и деления. На первых строчках мы всё так же импортируем в фреймворк. Только уже не «unit-test», а «junit». Потом создаём класс для тест-кейсов, а внутри для него метод для тестирования. И в конце используем метод из фреймворка, который называется «assert-equals». И он работает всё так же, как и в Python. Здесь мы первым аргументом передаём значения, которые ожидаем от метода «add». Далее вторым аргументом вызываем метод «add» с аргументами для теста. Кстати, обрати внимание на третий аргумент метода «assert-equals». Там мы добавили сообщение, которое будет выводиться в терминал, если произошла ошибка. В сравнении пример в Python и пример в Java практически одинаковые. А что если нужно протестировать сразу несколько методов из класса? Ну тогда мы просто повторяем похожие конструкции. Теперь класс CalculatorTest содержит 4 метода для тестирования. TestEdition, TestSutraction, TestMultiplication и TestDivision. Они будут проверять основные арифметические операции калькулятора. Обрати внимание, меняются только значения и тестируемые методы. В остальном всё то же самое. Этот пример показывает, как можно легко и эффективно протестировать функции программы. Понимая, как работают юнит-тесты в одном языке программирования, без проблем можно реализовать их и в другом. Посмотрев на все эти примеры, у тебя может возникнуть вполне логичный вопрос. А почему я просто не могу запустить каждую функцию по отдельности и посмотреть глазами на результат? На самом деле можешь, но есть нюанс. В реальности функции часто не выглядят как калькулятор из примера. Например, функция может быть привязана к форме на сайте. Чтобы вызвать функцию, придётся заполнять её и тыкать на кнопочку для запуска. Если произойдёт ошибка, то после её исправления всё придётся проделывать заново. А запускать написанную функцию отдельно от всего кода, например, в другом файле, чтобы протестировать, это ещё больший мазохизм. Ведь у функции могут быть зависимости, без которых она не запустится. Написать небольшой юнит-тест намного быстрее, чем ручками тестировать новую фичу. И это их главное преимущество. Ну что, уже захотелось написать свой первый автотест? Тогда приходи на наш курс по автоматизированному тестированию на Java. От автора с 11-летним опытом в индустрии Дмитрия Ерёмина. На курсе поймём, как вообще работают все приложения. Будем тестировать опишечки. Поработаем в JUnit. Йоу! Куда ж без него. А в конце запилим свой собственный проект по автоматизации тестирования. А всем, кто запишется и пройдёт вводный урок, полагается скидка на полный курс. С ума сойти. Ладно, мы прям очень расхвалили юнит-тестирование. Ничто не идеально, и тут тоже есть свои недостатки и ограничения. Ранее мы сказали, что юнит-тесты проверяют только один возможный сценарий использования функции. И это их первый минус. Вполне возможно, могут быть сценарии, которые ты не учёл при наличии тестов. И именно это, как назло, может произойти во время работы. Второй минус — это то, что рано или поздно их нужно обновлять. То есть придётся переписывать не только функции, но и тесты к ним. Соответственно, потратить больше времени. А третий минус в том, что они не универсальны. Юнит-тесты не могут тестировать целые модули, интеграции с какими-нибудь другими частями программы, интерфейс-программ и сложные алгоритмы. Минусы эти, конечно, не повод отказываться от юнит-тестирования. Просто теперь ты знаешь, когда их стоит использовать, а когда нет. И это значит, что быстрее можешь запускать новые фичи. Расскажи об этом коллегам, и будешь самым крутым на галере. Ну а под конец вопрос. Какие ещё виды автоматического тестирования существуют? Напиши в комментах. Ну вот и финал. Public class main, public static void main, string argos, goodbyand subscript, million at edemy, public static void goodbyand subscript, string channel name, string message равно, спасибо, что были с нами. Надеемся, вам понравилось. Плюс, не забудьте подписаться на наш канал, плюс channel name плюс, чтобы не пропустить новые видео. System.out, println, message.